Здравствуйте! На 39-м канале городские подробности из Анапы. Программа для тех, кто желает быть в курсе событий местной жизни. Сегодня вы узнаете в подробностях о том, что обсуждали на штабе ресурсоснабжающих организаций, о состоянии пляжей Анапы и почему прокуратура держит ситуацию на контроле, о киберспорте и не только об этом. На штабе ресурсоснабжающих организаций обсудили вопросы совершенствования дорожного хозяйства Анапы. Совещание на базе муниципального центра управления провел мэр города Василий Швец. В работе участвовал председатель совета Леонид Красноруцкий, руководитель ресурсоснабжающих предприятий. Глава курорта отметил, что работу по совершенствованию и обновлению дорожной сети администрация будет проводить на постоянной основе. Проектирование объема дорожных работ на 2023 год тема у нас всегда очень часто и сильно обсуждаема среди наших жителей, особенно сельских округов. Безусловно, все дороги нам сложно привести в комфортное состояние, тем более за раз это невозможно. Но работа по их совершенствованию, по их обновлению, она обязательно должна проводиться, причем на постоянной основе. В этом году по линии управления ЖКХ будут проведены проектные изыскательные работы по 12 улицам, общей протяженностью порядка 20 километров. Среди них улица Черноморская, Ванапская, Центральная в Субсехе, Садовая в Анапе, Пионерская в Гастагаевской и другие. После высокого сезона начнутся проектные работы по модернизации Пионерского проспекта. Также ряд улиц в муниципалитете планируется обновить с привлечением внебюджетных средств. Дорожно-ремонтное строительное управление «Вираж» завершает подготовку к реализации проекта по ремонту подъездной дороги к хутору Черному. В планах провести аналогичные работы в Просторном, улучшить дорогу к станице Благовещенской. Надо выстроить график крупных дорожных работ так, чтобы они были завершены до 1 мая, когда начнется курортный сезон. Мы ожидаем большой турпоток, отметил Василий Швец. После обнаружения строительного мусора на Барханах в районе Джамединского проезда состоялся выезд межведомственной комиссии на место. В нем приняли участие заместители прокурора Владимир Колесников, сотрудники полиции, муниципальных предприятий благоустройства и АКУ. Межведомственная комиссия оценила состояние пляжной территории, выявила фракции строительных материалов. Силами предприятия АКУ и пользователя пляжа уже началась уборка. Правоохранительным органам предстоит выявить виновника загрязнения территории. Снегоболотоход Феникс помог потушить возгорание сухой травы в Благовещенской. В субботу в 17.21 диспетчеру службы 112 поступило сообщение о загорании сухой растительности на площади 300 квадратных метров станицы Благовещенской. К месту были направлены пожарные спасательные подразделения, 4 единицы техники и вездеход Феникс. Несмотря на сильный ветер, пожар удалось ликвидировать уже в 19.16. Феникс – машина уникальная не только для Кубани, но и России. Снегоболотоход разработали в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС РФ для Краснодарского края. С учетом специфики ландшафта, плавней и труднодоступных мест. Машина оборудована прицепом, где находится все для пожаротушения, емкость для воды на 200 литров, установка с катушкой на 60 метров и ствол высокого давления. Краснодарский край стал четвертым регионом Российской Федерации по числу зарегистрированных электромобилей. Всего в стране зарегистрированы более 20,5 тысяч экологичных машин. Москва названа лидером среди регионов России по количеству зарегистрированных электромобилей. По данным агентства «Автостад», в столице на сегодняшний день числятся чуть меньше 3,5 тысяч электромобилей. Вдвое меньше находятся в Приморском крае. За ним следует Иркутская область. В пятерку лидеров входят также Краснодарский край и Московская область. А партнер сегодняшнего выпуска – ресторан-отель «Беладжо». Все лучшее в одном месте – ресторанно-гостиничный комплекс «Беладжо». К вашим услугам – роскошный банкетный зал на 240 человек, европейская и кавказская кухни, радушие и гостеприимство. Все это ждет вас в «Беладжо». «Беладжо» – это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Анапа, улица Ленина, 216. Анапчане взяли серебро на первом чемпионате Кубани по киберспорту. Масштабный турнир состоялся на базе Кубанского государственного аграрного университета. Порядка 60 любителей компьютерного спорта приехали со всех уголков региона, чтобы выявить лидеров в дисциплинах «Боевая арена Дота-2» и «Тактический трехмерный бой». Сборная Анапы «Гутлаг» достойно провела матчевые встречи и заняла второе место в дисциплине «Дота-2», уступив лишь хозяевам соревнований команде Кубгау из Краснодара. Поздравляем наших киберспортсменов и желаем дальнейших успехов на виртуальной арене. А партнер сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Волейболистки Анапы стали чемпионками Кубани. В Курганинске завершилось первенство Краснодарского края по волейболу среди девушек 2007-2008 года рождения – предварительные соревнования. По итогам турнира сборная команда Анапы заняла первое место, одержав победу во всех играх со счетом 3-0. В составе команды спортивную часть города-курорта защищали спортсменки детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Полина Некрасова, Ульяна Грезина, Дарья Харзия, Мария Макрогузова, Александр Ковалевич, Анна Дощенко, Ульяна Тихонова и Дарья Сидорова. Тренер Ольга Чичинова. Также в составе сборной за победу сражались волейболистки детско-юношеской спортивной школы «Виктория» Варвара Белошова, Виолетта Ильичева и Анастасия Семенова. Тренер Марина Смоглюк. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный центр «Акона Матата». «Акона Матата» Далее прогноз погоды в городских подробностях. В среду 15 марта нас ожидает переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 13 градусов. Влажность воздуха 66%. Ветер подует с юго-запада со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов. На сегодня это все, о чем успели вам рассказать. Напоминаем, все новости передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok